В пансионате энергетик города Гагара прошел концерт живой музыки, на котором музыканты группы АМА Рекорд исполнили военные песни проекта Харахаруа Рейхабе. В преддверии Дня Победы подобные концерты проводятся и в других городах Абхазии. Музыкальный фильм Харахаруа Рейхабе, посвященный памяти первого президента Абхазии, живет уже три года. Авторами идей являются Эмма Ходжа и Тимур Кучуберя. В рамках проекта осуществлена реконструкция военного песенного фольклора «Песни нашей Победы», состоящей из двух частей. Саундтреки к фильмам написаны группой АМА Рекордс. На сегодня также выпущены аудиодиски. Эти песни стали всенародно любимыми. Если до этого зрителям были представлены музыкальные фильмы, то сейчас музыканты группы АМА Рекордс во многих городах Абхазии проводят концерты живой музыки, на котором исполняют песни проекта в аранжировке. На днях концерт прошел и в городе Гагра. В собравшейся публике было представлено живое исполнение. Современная аппаратура донесла до зрителей качественный, неискаженный звук. Таким образом можно донести зрителю именно изначальную задумку. То есть диск, альбом, кино – это совсем другое, а вот именно живое общение очень важно для музыканта. И мы понимали, когда записывали диски, что мы поедем с концертами. И прошло два года, и теперь мы в состоянии, и с поддержкой спонсоров по фонду мы смогли реализовать эти концерты. На концерте прозвучали полюбившиеся песни военных лет. Во время войны они поднимали дух бойцов, отражали их душевное состояние, давали веру в победу. К примеру, в песне «Харахаруарий Хабе» они воспевали своего верховного главнокомандующего Владислава Ардзенба. В исполнении молодых абхазских певцов прозвучали песни, написанные во время войны Валерой Богатыля, Резу Чачхаля, Тимуром Бегвава, Константином Чингеля, Львом Любченко, Александром Бордадымом, чеченскими добровольцами, имамом Алиму Султановым и Хамзатом Ханкаровым и многими другими. В ходе концерта музыканты исполнили недавно родившуюся песню, посвященную всем защитникам Отечества – музыка Анри Гумба «Слова Эрика Микаа». Уже на протяжении трёх лет как сам проект «Харахаруарий Хабе», так и концерты поддерживает сотовая компания «Агвафон». Проект развивается, живёт. Мы ждём от авторов новых идей. Безусловно, будем стоять рядом и с Тимуром Кучубери, с Эмэ Ходжа, с Ама Рекордс в лице Анри Гумба. То есть, наверное, будет ещё какая-то новая форма найдена и преподнесена зрителю. Но мы знаем точно, что это очень нужно. Это то, что нас объединяет, это то, что ожидает наш зритель. И вот мы будем работать вместе. Проект стартовал 17-го числа в Гудалутах. Сегодня мы здесь в Гаграх. 24-го мы в Ачимчирах. 26-го и 27-го в канун празднования Дня освобождения столицы мы в Сухуми. Вот, да, отклик у публики невероятный. В Гудаутах нас посетил Денис Царгуш. Царила очень тёплая семейная атмосфера. Мы его поздравили и все вместе прослушали эти песни. Мы видим, что это на самом деле очень ожидаемо зрителям. И очень вызывает ту реакцию, которую мы ждали. Именно этой реакции. Концерт живой музыки произвёл большое впечатление на зрителей. Певцов встречали неумолкаемыми аплодисментами. Концерт посетили как местные жители, так и гости города. Ну, нам очень жаль, что мы не знаем абхазский язык. Мы здесь гости. Но сама мелодия, их ритмы, это всё настолько трогает, это всё настолько вот там внутри нас. Поэтому мы желаем, чтобы никогда в Абхазии, да и на всём мире, не было войны. Праздникам с вас очень большой. Я педагог музыкальной школы московской имени Пастернака. Болела душой за Абхазию, за свободолюбивый абхазский народ. Концерт замечательный. Спасибо вам большое. Очень рада за вас, за всех.